Ой, как красиво. Здесь у нас бабочки рождаются. Это называется инсектарик. Или шестьдесятка смотри. Из этих куколок у нас в любой момент могут родиться бабочки. То есть куколки уже все готовы к рождению. Так, наши откуда у нас куколки берутся? Они сначала восемьечки, а потом они... Да. Отходи. Смотри, бабочка откладывает сначала много-много яичек. Можешь посмотреть, вот смотри. Видишь вот эти точечки? Это все яйца. Это бабочка отложила. Можно их даже потрогать, если хочешь. Из этих яичек рождается маленькая-маленькая гусеница. Потом она много-много кушает, увеличивается в несколько тысяч раз. И когда она готова, она вот так превращается в кукол. Куколок привозят уже к нам, и у нас они здесь рождаются. Вот смотри, например, вот эти две бабочки. Они родились сегодня. Сейчас. Они сейчас сушат крылышки. Вот эта бабочка еще выпрямляет крылышки. Сушиться они будут часа два-три, и потом мы их выпустим летать. Также в любой момент из молон тех куколок родятся бабочки. Потому что они все готовы. То есть прямо сейчас могут родиться. Смотри, также у нас здесь вот висит большой один кокон. Вот такие же. Их можно потрогать уже. Из этих коконов рождается вот такая бабочка. Атакус атлас. Одна из самых больших бабочек в мире. Но, к сожалению, живет она очень мало. Мальчик живет всего три дня. А девочка шесть дней. Потому что совсем ничего не ест. По природе у нее нет рта, нет хоботка. Ей нечем есть. И, кстати, бабочки не росут. Они рождаются сразу своим размером. То есть, например, вот эта бабочка целиком и полностью находилась вот в таком коконе. Представляешь? Просто крылышки у нее были очень плотно сложены. И когда она родилась, она их выпрямила. Кстати, из этих коконов на востоке делают шелк. Здесь можно потрогать. Здесь мягенький. И плетут ковры с него. А внутри кокона, кстати, куколка. Интересно. То есть, все бабочки рождаются из куколок. А кокон это такой домик для куколки. Гусеница, прежде чем превратиться в куколку, он сплетает себе домик, чтобы, во-первых, чтобы это было похоже на сухой листик. То есть, на дереве висит, как будто бы листик. Плюс это защита от дождя, от ветра, от любых погодных условий. Так, пойдем дальше. А это как вот бабочку? Это золотая птица-крылка. А, вот. Или денежная бабочка. Ой, какая красавица. Вот сегодня такая же родилась, только вот эта девочка родилась, а это мальчик. Ой, дайте мне, смотри. Держи. Ой, какая бабочка родилась, да? Сейчас она немножко объелась сейчас. С днем рождения. Это мальчик? Это мальчик, да, смотри. Вот девочка. Девочка, она побольше размером. То есть, мальчики, они обычно маленькие, а девочки побольше. Девочка уже не боится. Правильно. А то боялась год назад. Красивая. 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 Да как ты красивая. Пойдемте посмотрим, где бабочки кушают. Пойдемте. Ты можешь ее так подержать или убрать. Просто она объелась, она пока не летает. Ладно, пусть она подержит немножко. У вас есть мальчик. Почему? Вот. Вот какая бабочка красивая. Смотри. Здесь у нас бабочки кушают. Кушают они у нас водичку с медом и сок апельсинов. Можешь глазки поднять и поставить. Вот апельсинки. То есть, они у нас сладкоежки. Кушают бабочки с помощью хоботка. Так, давай сейчас посмотрим. Если же все поели. Смотри. Как интересно кушать. Вот эти бабочки. Вот колечко. Это колечко, это хоботок. Вкус бабочка чувствует лапами. То есть, когда лапками она садится на что-то вкусное. Видишь, она его выпрямляет. Видишь, выпрямила. И она сейчас будет пить сок. С лапками она почувствовала, что что-то вкусненькое. И сейчас кушает. Она берет свою эту штучку. Это хоботок, да? Хоботок. Выправляет и прям вот в сок высасывает. Да. Это такая трубочка у нее. Она как слоник. Только хоботок очень тоненький. Проткнуть им ничего они не могут. Они только могут слизываться, который есть сверху. Так, сейчас мы ее посадим. А это как бабочка? Это парусник леви. А вот прилетел у нас парусник Полинурис. Прилетел покушать. А это как парусник вы сказали? Парусник леви, девочка. А лебедь? Леви. Леви. Просто леви. Да. А это вот мальчик кушает. Тут плохо. Видите? Я потом попозже подробнее покажу. Хорошо. У бабочек нет чувства меры. Они часто объедаются. Им потом тяжело летать. То есть вот эта бабочка, например, она объелась. Ей сейчас тяжело летать и двигаться. Она пока отдыхает, переваривает. Поэтому здесь на столике мы их не трогаем, чтобы не отвлекать. Кушать так. Да. В природе бабочки в основном кушают, что кушают? Знаешь? В природе. Нектар, да? Нектар. Нектар цвета. Сок фруктов так же, как у нас. Здесь они могут сок фруктов кушать. Есть специфичные вкусы. Некоторые бабочки могут есть такой вид. Бабочки живет, он пьет кровь животное. Как комарик. Но у нас таких бабочек нет. Вот это интересный факт. Есть бабочки, которые питаются навозом. Есть, которые питаются слезами и потом животным. То есть есть такие специфические вкусы достаточно. Пойдемте дальше. Можно посмотреть в микроскоп на крылышках. Пойдем. Смотри, видишь, крылышка лежит? Это парусник поленуриц. Можно посмотреть, куда у нас есть. Вот это печень. Это печень. Так, что видишь? Это печень. Такие то листочки. Точки такие, да. Угу. Это чешуйки. девочка прям как исследователь вот еще коричневый зелененький есть коричневый . это все чешуйки у всех бабочек на крылышках маленькие маленькие чешуйки само крылышко на прозрачное просто на нем много-много чешуек эти чешуйки очень крупки и легко повредить поэтому закрывать бабочки не трогаем иначе она потом сможет стереть чешуйки интересно верочка а это как бабочка это у нас бабочка невеста в Китае их выпускают на свадьбу невеста она одна из самых ручных бабочек то есть ее все любят потому что она спокойная она сидит на ручках она летает резко ну она что-то почувствовала сладенько у тебя на ручках? не бойся у нее не получится и сейчас как ты пила же она может пить только живкость она просто почувствовала что это вкусненькое либо запах либо вкус и решила попробовать ну видишь у нее не получилось и она спрятила как бы так обратно невеста она считается одной из самых легких бабочек несмотря на свой размер она очень легкая нет их всех так называют потому что выпускают на свадьбу их еще называют рисовая бумага потому что они когда летают похоже что это просто бумажки то есть они у полета очень плавные это полимурис мы на него смотрели в микроскоп полимурис? да, полимурис но она как приятная бабочка она редко сидит на ручках мне удобно снять какая ее еще называют рисовая принцесса потому что она как приятная вообще как принцесса давай попробуем на ручку посадить ее это такая же да? да ой какая красивая очень капризная а еще ее называют волшебной бабочкой я сейчас покажу почему сейчас посмотрим посажу на свет а она переливается каким она цветом сейчас какая красивая она сейчас с таким голубеньким а еще сюда так не двигайся подальше 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 она успокоится она с тобой познакомится и успокоится ну что ты очень полетела она капризничала поэтому ее называют принцессой потому что она капризничала она вообще переливается от зеленого к синему и в разные оттенки а тут уже другие бабочки? да ну вот она сидит такая же сейчас попробуем ее посадить товарищи оп а это что за вот тоже такая же она она долго не сидит редкая съемка да редкая осень да она парусник кочубень такая черненькая бабочка да кочубень да это парусник то есть она такая черная бархарная бабочка она правда в стороне у нее есть красненькие точки что у нее похоже на сердечки поэтому ее называют символом любви вот смотри видишь у нее точки такие маленькие а еще да да слушайте она вас любит да да мари еще у нее ярко-красная пузика так же как вот у птицикрылки мы смотрели птицикрылка да у нее тоже желтая у нее желтая пузика да в которой сидела в какой-нибудь секторе ой какая шикарная видишь у нее пузика ярко-желтая с красненькими точками это не просто так так бабочки защищаются то есть ярким цветом она предупреждает что она ядовитая но ядовитая для тех кто ее съест то есть ярким цветом она отпугивает да не бабочки не умеют кусаться у них нет зубов нечем кусаться просто она ярким цветом предупреждает птичек чтобы ее не съели нет какая она прям говорит не ешь меня я ядовитая птичка видит что это что-то яркое значит это что-то плохое что-то опасное так давай дальше посмотрим еще раз тигровая бабочка тигровая Сильвия видишь у нее полосочки оп как у тигра это тоже специально чтобы защищаться если он например сидит среди листовый зелень птичка видит только эти полоски и думает что это тигр и не нападает это парусник дималей или ее называют лимонный принц потому что гусеницы этой бабочки обожают лимонные деревья их даже считают вредителями она в тебе камеру полетела а вот у нас кстати тут спряталась птицекрылка девочка видите какая она большая ой это палочка ну я сейчас уберем что в нем не ступили держи мы держали мальчика а вот смотри какая девочка большая ой там заметно размер другой да смотри размах крыльев у нее такой да ой привет смотри это у нас графия Макомемна она просто трещотка ну че Маша пустит ручку она по ползает по тебе и уйди держи это бабочка табачный бражник правда она ночная сумеречная то есть днем она летает редко поэтому она и выглядит так странно потому что она ночная поэтому она так выглядит странно хочешь подержать а ты башнику не хочет она не страшная она просто такая темненькая а сейчас вот сейчас она будет разогревать крылышки видите она так машет крылышками она разогревается перед тем как полететь его называют табачным бражником потому что гусеницы этой бабочки поедают табачные плантации живет она южно-амертистей вот давай про эту бабочку послушаем потом где своеобразная да но ее считают одной из самых домашних бабочек то есть ее проще всех выращивать у нас даже в россии некоторые выращивают ее дома попробуем здесь боюсь бабушка 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 не боится смотри мне страшно просто она немножко скоро пугает а потом если видите мне уже не страшно мы ждем это график Магомена или бабочка трещотка она стоит на мне еще вернее он не чувствует себя в безопасности то есть когда она чего-то боится она начинает трещать крылышками вот у нас бабочка Балина или лунная бабочка Балина или бабочка боец вот эта бабушка боец ее так называют потому что она любит со всеми драться просто так без причины нет нет она бесстрашная может напасть даже на самых крупных бабочек и лапками ломает конечно это графиум это графиум Агамена трещотка 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 опа здрасте а что уже полетели да мы однажды полетели он полетел он полетел всегда одна из самых лучших бабочек супер отлично есть они очень хорошо прячутся у нас сейчас таких бабочек много просто они везде попряты а у тебя прямо на платьишке это как бабочка называется не знаешь это не резкая а у тебя уже три бабочки да мне еще одну мне невеста у меня немножко крылышко надломано она наверное где-то неудачно приземлилась все это задело красивые крылышки не очень крупкие они их часто ломают часто дерутся между собой за территорию за питание за самов как и все живые существа она не боится Лерочка встань рядом ну нет она год назад боялась а сейчас нет Лерочка вот год назад боялась а сейчас нет нет тогда пойдемте просто посмотрим я вам покажу вот видите полетать и двигаться а они знают где еда или вы их сами сюда привозите а некоторые находят сами некоторых мы кормим вручную то есть мы показываем где еда потому что запахов много людей много они иногда могут смотреть видишь лапками чувствует вкус выпрямляет кабадочки пьет сок Лерочка я к тебе села бабочка нет это та иди с Сашей вставай иди с Сашей рядом и на тебя бабочки все прилетят посмотрите как бабочки Сашу тоже полюбили бабочек на ней Саша ты сладкая такая я не хочу тебя грудить задейся по хорошему все второй раз на левую и давай на коже я не могу как красиво ты как принцесса ну когда часы У них на лавках специальные зацепки, они цепляются, они не ходят. Держите, друзья, у мамы такая же сидит на ручке. Ну и от моих подарков посадим. Смотри, есть такая бабочка, пары феклей. Можете посмотреть, вот эта девочка. Так у тебя уже три бабочки. Музыка Музыка Дольше всех живут бабочки невесты. Они живут от месяца до двух. Они долго живут. Музыка Красиво! Как 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 красиво!